Доброни на карантине. Сургутские зоозащитники объявили акцию в поддержку своих подопечных. Волонтеры опасаются, что им вскоре нечем будет кормить животных, находящихся у них на передержке или в приютах. С введением ограничительных мер резко сократились объемы благотворительной помощи от населения и компаний меценатов. Светлана Славкина расскажет подробнее. Под опекой общественного движения «Дайлапу» более сотни собак. Почти все взрослые крупные животные. Таким сложнее всего найти дом, поэтому в приюте они, вероятно, навсегда. Содержание и кормление обходятся недешево, но четвероногие никогда не голодали. Всегда была поддержка со стороны неравнодушных горожан и различных организаций. Но сегодня последние запасы провианта на исходе. Когда начались, понимали, что, скорее всего, будут введены какие-то ограничительные меры, у нас очень быстро прошел сбор. Мы закупили тогда 15-килограммовых мешков кормов в ЧАПе. Ну и это нам примерно наполовину наших собак хватило на месяц. То есть у нас ежемесячная потребность порядка тонны 400. Каждые выходные в центре переправа было шумно и многолюдно. Горожане целыми семьями проводили здесь время. Зоозащитникам даже пришлось арендовать автобус для подвоза всех, кто желает выгулять собак и помочь в уходе за ними. Ну а в гости люди шли не с пустыми руками. Приносили продукты, готовые корма и лакомства. В условиях особого режима посещения прекратились. Собаки очень скучают, потому что они у нас социализированы и постоянно нуждаются в человеке. Им нравится даже не столько гулять, сколько само общение с людьми. Особенно они любят детей. У них есть живая прогулочная зона, где они могут передвигаться. Но это все равно не дает им такой полноценной прогулки и физической нагрузки, которая нужна животным. Теперь к собакам пускают лишь так называемых кормильцев и только по графику. У всех есть волонтерские книжки и документы, дающие право передвигаться по городу. Уже сегодня помощникам приходится покупать продукты для животных за свой счет. Им не привыкать, но финансовые возможности не безграничны. А склад в последние дни почти не пополняется. Вслед за отменой прогулок выходного дня по городу закрылись пункты приема кормов для бездомных животных. Да и люди сейчас сосредоточились на своих проблемах. Зоозащитники считают, впереди у них трудный период. Скорее всего сейчас из-за того, что сложная экономическая ситуация, многие бизнес-структуры будут сокращать свои бюджеты. Первое, что сокращает всегда бизнес-структура, это расходы на благотворительность. Конечно, сейчас очень многие фонды почувствуют нехватку средств. То есть мы никогда в принципе и не жировали, но сейчас будет, конечно, очень сложно. После введения ограничений общественники объявили акцию «Добро не на карантине». Оставаться неравнодушными и отзывчивыми можно и в виртуальном пространстве. К счастью, не в каменном веке живем, есть социальные сети и безналичный оборот. О потраченных средствах движение «Дайлапу» отчитывается регулярно, публично и прозрачно. В натуральном виде помощь продолжают принимать на складе общественной организации дважды в неделю. Но в этом случае важно перед покупкой продуктов проконсультироваться с волонтерами. Они подскажут, что используется в рационе животных, а что им противопоказано. Светлана Славкина, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.